итак вот мои самые любимые инструменты которыми я рисую линию у них у всех разный характер чаще всего я использую водостойкие линеры разного диаметра самый тонкий линер которым я пользуюсь это 01 на самом деле они могут отличаться у разных производителей и они могут отличаться просто по тактильным ощущениям когда их ведешь у каждого производителя они могут ощущаться чуть по-разному и быть чуть разного диаметра поэтому не стоит ориентироваться на цифры лучше попробовать магазине и доверять своим ощущениям следующий диаметр который я часто использую это 03 им хорошо усилить линию в затененной части посмотрите сейчас у меня линия она не идеально ровная и она вполне может быть такой идеально ровная линия может быть скорее минусом чем плюсом потому что тогда работа выглядит скованной легкая кривизна и будет только к лицу это у меня был диаметр 0 6 сейчас я их зафиксирую чтобы мы не забыли 0 3 0 1 можно использовать даже самую простую гелевую ручку только непременно проверить ее на водостойкость так как они бывают устойчивы к воде а бывают гелевые ручки которые текут и нам это совершенно не на руку это диаметр у нас 0 5 гелевая ручка не обязательно должна быть тоненькой очень даже хорошо если она будет обладать некоторой толщиной я очень много рисовал гелевыми ручками они легко скользят по бумаге и по своей фактуре напоминают перьевую ручку что тоже смотрится очень эффектно в работе а вот собственно сама перьевая ручка это ручка лами инструмент любимый скетчерами у конкретно этой ручки средняя толщина но к ней тоже нужно приноровиться бывает еще тоньше но тогда ее может не быть заметно на листе такие портативные перьевые ручки дают линию равно ширину это не совсем то же самое что перо с держателем каллиграфическое которое может давать разную толщину и варьироваться в зависимости от нажима то есть такой ручкой мы можем провести только линию одинаковой ширины поэтому в принципе она особо ничем не отличается диаметр пера f это не самый тонкий и не толстый то есть средний диаметр пера то есть по сути такая перьевая ручка ее линия особо ничем не отличается от линера кроме того что она долгоиграющая ей можно пользоваться годами просто наполнять чернилами и кстати говоря очень важно что чернила у таких ручек также бывают водостойкие бывают не водостойкие и это важно учитывать если мы не хотим чтобы наша линия превратилась в размытое пятно если нам это не нужно также очень интересный инструмент brush pen очень часто я его использую он как раз в зависимости от нажима может давать вот такую разнообразную линию рыхлую или более тонкую такую какую нам нужно им классно что-то подчеркнуть или показать какую-то фактурную линию в этом у нас также водостойкие перманентные чернила и мы можем использовать его до нанесения акварели она не поплывет от воды то есть все эти инструменты у нас водостойкие не всегда в скетче используются такие явные линии мы можем делать всю работу акварелью и линии добавить в конце тонкой кистью если мы хотим чтобы она выглядела более изящно и живописно например вот это у меня кисть с ворсом барсука и синтетики и ей можно делать очень тонкие изящные линии для детализации но это уже мы можем делать в конце работы поверх акварельного пятна у меня скетчбук квадратного формата 20 на 20 в нем гладкая хлопковая бумага как правило в таких скетчбуках я рисую один скетч на одной половине разворота а на второй рисую потом какой-то подходящий чтобы эти две части разворота сочетались между собой так что сегодня я буду рисовать вот на этой половинке скетчбука